Продолжение следует... 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 Если вы просто посмотрите на даже технические показатели, вы увидите, что многие российские экономисты, которые значились главными российскими учеными в 70-е, 80-е годы, они бы по своим даже техническим способностям, просто по способности работать с данными, по способности писать тексты, они бы не были избраны в Российскую Академию Наук за 100 лет до этого. То есть, мне кажется, что люди в математических и физических дисциплинах, они не понимают, какой по историческим причинам, какая средневековая деградация происходила у нас в 20-м веке. То есть, это действительно в некоторых дисциплинах был, можно сказать, откат на десятилетия назад, что для истории науки это огромная в сущности редкость. Я не могу говорить про биологию, но я хочу сказать, что вот эта сложность, и эта сложность, она задает несколько практических последствий для сегодняшнего дня. Я хотел сказать про два практических последствия. Первое, оно более яркое, а второе, мне кажется, более важным, и второе, труднее донести. Более яркое, это то, что те люди, которые занимают как минимум часть командных высот в российской экономической науке сейчас, для них совершенно принципиально для их жизненного выживания невозможность сравнения с чем-то, что происходит и происходило за границей. Для них любое сравнение того, что делают они, оно совершенно смертельно. Оно смертельно в гораздо большей степени, чем для представителей других наук. Соответственно, что они могут делать, это выдумывать новые стандарты, выдумывать национальные признаки и, конечно, бороться за низкие этические стандарты. Вот здесь в зале присутствуют люди, которые подписали письмо с одобрением плагиата и научного заимствования. Не буду называть имени, но если вы посмотрите вокруг, вы найдете. Значит, это более яркая проблема. А вторая проблема вот этого, следующая из этого средневекового отката, это то, что, к сожалению, отношение физиков, химиков, биологов к экономистам, то, что я говорю про экономистов, это подтвердят и политологи, и антропологи, и многие другие, это очень сильно задает их отношения. И мне кажется, что принципиальный элемент этого отношения, это прежде всего незнание. Вот если мы возьмем просто обычного человека, как меня, крайне неодаренного по отношению к физике, даже как бы альтернативно одаренного по отношению к физике. Но я учился в школе, и я долго, и в университете тоже были курсы по физике, и я про физику знаю очень много. Так много, что если какой-то человек, какой-то Петрик рассказывает какую-то полную ерунду, то я могу отличить эту ерунду от не ерунды, при том, что я про физику в сущности ничего не знаю. Но если взять самого лучшего российского математика, биолога, химика, и его попросить различить, я не знаю, Нобелевского лауреата по экономике, какого-нибудь выдающегося экономиста, добившегося больших практических результатов, и полного болтуна и обманщика, он этого сделать не сможет, потому что у него не было четырех лет по четыре раза в неделю экономики. Он просто мало знает, даже если он такой выдающийся физик и химик. То есть это сравнение, которое часто подсознательно, а нередко и сознательно испытывают представители естественных наук к экономистам и к политологам, Оно в сущности, мне кажется, основано только целиком на незнании и, можно сказать, невежестве в отношении этих наук. То есть то, что экономика в последние 40 лет во всем мире, она проходит то, что прошли химия и физика в 19 веке, редкий физик, химик или биолог современный, даже самый продвинутый, это замечает. Это все крайне похоже. И критиковать и то, за что сейчас не любят экономику, это то, за что не любили химию и физику в 18 веке, до Ломоносова и Лавуазье. Время закончилось, но и сноска моя закончилась. Хорошо, спасибо. Максим, да, можно поаплодировать. Максим Франко-Менецкий, роль возможной и реальной международного научного сообщества и научной диаспоры. Очень много о чем можно сказать и в ответ на предыдущее сообщение, я только скажу только одно, не существует Нобелевской премии по экономике. Я хотел сказать, что не существует Нобелевской премии по экономике. Существует премия имени Нобеля, утвержденная, естественно, не Нобелем, а Шведским банком. И это две большие разницы. Или четыре маленьких, как говорил мой покойный. Нобелевская премия существует больше ста лет, и она приобрела за это время огромный престиж и справедлива. А Нобелевской премии по экономике не существует. Просто поправка. Значит, теперь в отношении, я не буду повторять своих тезисов, они опубликованы на сайте. Я хочу сказать, что меня, я человек эмоциональный, меня совершенно каждый раз вводят в сильнейшую злобу разговоры о том, печатать на английском или на русском. Международный язык науки, английский, точка. Можете печатать на суахиле, но международный язык науки английский. Поэтому все разговоры на тему о том, на каком языке печатать научные работы, абсолютно бессмысленны. И пора бы это прекратить вообще, разговоры. Когда-то был латинский, теперь английский. Все, дискуссия окончена. Нет, в этом вопросе дискуссия окончена. Вот. Теперь в отношении того, что значит немножко то, что я описал в тезисах, что вот науки делятся на, на мой взгляд, на дорогие и дешевые. И дешевые науки – это математика, теоретическая физика, теоретическая астрономия. И дорогие науки – это экспериментальные науки, экспериментальная часть физики и химии, что, в общем, тоже уже более-менее в прошлом. А наука 21 века – это биомедицина. Опять же, не надо называть ее биологией. Это называется биомедицина, потому что гигантская часть денег, доля денег, которая расходуется на фундаментальную науку, это имеется в виду в дальнейшем медицинские приложения. Они, эти деньги, даются Национальным институтам здоровья, которые очень следят за тем, и Конгресс, который дает этот бюджет, следит за тем, чтобы деньги, которые даются в эту область, они в конечном счете помогали улучшить здоровье американского народа. Значит, поэтому надо, мне кажется, дискуссию по вопросу о роли диаспоры, как и любую дискуссию в отношении науки, делить. Всегда иметь в виду, о чем мы говорим. И из-за того, что это не всегда подчеркивается, я тоже в этом грешен, возникает множество недоразумений. Когда я занимаюсь биомедициной, когда я говорю о науке и о любых аспектах, я имею в виду, прежде всего, эту область. Многие, большинство здесь присутствующих, занимаются дешевыми науками, и когда они говорят, они имеют в виду только эти науки. И здесь у нас часто получается недопонимание друг друга. В области дешевых наук ситуация обстоит не так плохо в отношении взаимодействия диаспоры с метрополией. И здесь ситуация может еще значительно улучшиться благодаря поддержке людей-филантропов, в частности, присутствующих здесь замечательного человека Зимина, который поддерживает эти вещи. И это все можно обсуждать в вполне практической области. Что касается дорогих наук, и прежде всего, главной науки 21 века биомедицины, то здесь ситуация обстоит очень плохо, именно в отношении взаимодействия диаспоры и метрополии. Одна из причин, между прочим, это то, что в России и в Советском Союзе биомедицины просто не было. И нет. Она так и не возникла после того страшного разгрома, который был учинен этой области во времена Сталина. Все знают об этом. И она так никогда и не оправилась. И биомедицину нужно в России создавать заново, с нуля. И существующие представители биомедицинской науки, они только мешают этому, а не помогают. То есть они делают все сознательно или подсознательно, аналогично тому, как только что Соня написывал ситуацию. В экономике полностью аналогично. Они делают все возможное, чтобы, так сказать, обособиться. И одним из ярких примеров является создание этого журнала, как, не знаю, как слово вежливо подобрать, чтобы охарактеризовать, под названием «Акта натура». Это, он издается и на русском, и на английском языке, с языком тут нет проблем. Но, потому что как раз даже наши самые задвинутые, имею в виду наши российские, самые задвинутые представители биомедицинской науки, они гораздо более продвинуты в отношении понимания, что такое международный язык науки, чем представители многих других так называемых наук, так называемых представителей так называемых наук. И поэтому они как раз это понимают, что надо печататься на английском языке. Но они при этом нашли свой способ, они нашли деньги, выделенные, я так понимаю, Министерством науки на то, чтобы издавать этот рахитичный журнал, который, в общем-то, просто будет отстойником. Потому что, поскольку в России не существует биомедицины, то не существует возможности проводить перевивый процесс. Поэтому это все, это, конечно, попытка обречена на полный провал. И вот это характеризует то отношение метрополии к диаспоре, которая в области медицины просто несопоставима по своей научной мощи с ни по каким, так сказать, измерениям. И метрополия, я говорю, в этом не виновата, просто здесь никогда биомедицины не было возможности создать. Она так и не возникла. А те ростки, которые возникли в позднее советское время, они были полностью прекращены утечкой мозгов. Теперь еще одно замечание в отношении доклада Дежиной, который мне тоже очень понравился. Мне кажется, неправильно говорить, что утечка мозгов началась в результате распада СССР. Утечка мозгов началась в результате падения железного занавеса. А железный занавес пал в 1989 году. И вот с этого момента началась действительно массовая утечка мозгов. И она с распадом СССР, это как бы для меня, как человека советского времени, распад СССР я как-то не заметил. А вот падение железного занавеса очень даже заметил. Значит, ну, наверное, все. Хорошо. Спасибо. Федор Бугамолов у нас следующий, да? Ну, я бы хотел сказать несколько вещей. Во-первых... Алло. Во-первых, то, что я вижу, хотя я не очень хорошо слежу за... Я бываю в России, но не очень хорошо слежу за жизнью страны. Мне кажется, не хватает очень серьезно того слоя, как бы нижнего слоя, так сказать, научных работников. То есть, так сказать, научно-культурной среды. То, что... Вы знаете, вот я, так сказать, из дешевой науки, из математики. И надо сказать, сейчас остро ставит проблема не только здесь, что те, кто кончает аспирантуру, имеют огромные сложности устроиться, хотя где-то так, чтобы продолжать работу, какую-то исследовательскую работу. То есть, этот обрыв, который... Раньше он, как бы, нивелировался существованием массы институтов, ну, как бы, которые принимали на работу математиков и давали им возможность работать. То есть, по Москве, например, была масса, так сказать, шарашек, ну, типа, информэлектро, я так привожу, где были целые большие лаборатории математиков, которые спокойно продолжали, немножко что-то делая для института, продолжали работать в своей области. И, так сказать, была огромная... была огромная такая культурная, как бы, математическая и научная среда. Без научной среды нет, нет, ничего нет внизу, все пропадает. Как говорится, вверх, академия, там, академики, это все чепуха. Главное в академии, конечно, всегда было это огромное количество младших научных сотрудников, а это было уже вверх, туда, куда проникали только некоторые. И вот они создавали тот, как бы, общий уровень, общая и научная культура, их статус. Он был нулевой экономически, но, ну, немножко больше, ну, да? Немножко, но при этом они все были дворянами. В этом смысле, младший, так сказать, любой научный сотрудник, это было что-то вроде Академии наук или даже таких институтов, это было что-то благородное и дальше, да? И это уже, это был некоторый статус. И вот я считаю, что в современной ситуации все это, по-видимому, все это обрезано. То есть, либо ты попадаешь на регулярную работу, что очень трудно, либо выпадаешь. То есть, должен идти в финансовый бизнес или куда-то, то есть, полностью деквалифицироваться. И вот с этой точки зрения я считаю, что разумно, как бы, использовать французский опыт. То, что сейчас Европу усиленно уничтожает, это попытки правительства Франции уничтожить СНРС, попытки уничтожить профессоров в Италии и так далее, надо на самом деле просмотреть и восстановить. СНРС реально платит очень маленькие деньги, но оно поддерживает людей, и тем самым поддерживается, как бы, я думаю, в разных дисциплинах, поддерживает на том уровне, на котором большинство согласилось. Понимаете, как бы, наученые, так сказать, давайте скажем так, математика, конечно, но вот Перельман, это, конечно, экстремальный случай. Ну, и, в общем, очень много людей готовы продолжать жить внутри науки, так сказать, не имея больших денег, особенно, я имею в виду дешевые науки. Но их существование исключительно важно, потому что они поддерживают эту живую ткань, ну и вообще, так сказать, следует при том засилии всяческого типа религии и вообще суеверий в этом обществе, и, конечно, подъем общей научной культуры, это первое, что нужно. Подъем, как бы, такой культуры. Второе, что я хотел бы про это сказать, это, что, конечно же, второй способ, потому что, я вижу, я давно пытался это пропагандировать, но это как-то не пошло, вот сейчас развивается интернет-энциклопедия типа Википедии, и она, видимо, натыкается на то, что написание действительно хороших статей, действительно, то есть создание, так сказать, как бы многоуровневой системы, при которой нижний уровень, как бы, был бы доступен людям уже на уровне школьных учителей, давайте так, дойдем до уровня школьных учителей, по которому, такого ствола, по которому можно пройти до верхнего уровня относительно легко, это очень серьезное дело, и это требует, конечно, финансирования. То есть, это требует огромной системы, как бы, экспертов, и вот это та позиция, которая была бы возможна, так сказать, эксперт, который держит какую-то страницу. То есть, на базе всей этой структуры, у меня были отдельные наметки, но не очень так подробные, как это можно было бы сделать, вот это, по-моему, необходимо. То есть, тем самым создать для народа доступ, или полуэффективный, но все-таки доступ к науке. То есть, копировать в этом смысле религию, которая втягивает людей через храмы, через, так сказать, через все это, наука должна сделать, по крайней мере, тоже. То есть, научное, должно быть общее научное мышление. В этом смысле, конечно, вот разгром, так сказать, советской, так сказать, условно говоря, культуры состоял в том, что разбилась интеллигенция. Раньше существовало некоторое, все-таки, общее понятие. Довольно высокий, относительно всех других стран, уровень понимания задач науки и вообще проблем сейчас как-то этого не видно. И эта проблема не только у нас, но и везде. Но я считаю, что вот Россия, все-таки, должна сохранить свою индивидуальность. И широта, в каком-то смысле, широта научного подхода, то, что отличаются, на самом деле, наши ученые за границей, и то, что ставит их такое исключительное положение в этих науках, конечно, ее нужно как-то поддержать. Вот нужен такой проект чисто российский, по-моему. Я не точно понимаю экономики, вообще современной экономики уже, я даже не представляю совершенно, что это такое. Но вот я считаю, что это было бы, что какого-то такого типа общее дело, в котором были бы задействованы, ну, это нужно много людей, это нужно большое количество экспертам, которые, как бы, эксперт, эксперт, так сказать, вот этого, это было бы и некоторое звание, это и было бы то, что, как бы, создавало некоторую прослойку. Вот нужна большая научно-культурная прослойка. Без этого, по-моему, все разговоры, так, ну что, ну да, ну можно там, но обогнать, конечно, кого сейчас обгонят. Сейчас, тем более, я хотел бы сделать еще одно заявление, все говорят про английский язык, конечно, но не надо забывать, что все это англо-доминанта англоязычной, так сказать, цивилизация, это очень недавнее явление, это реально 50-е годы. А до этого все-таки, до 40-х, это был немецкий, но, конечно, разгром двух цивилизаций, так сказать, немецкой цивилизации, центральной Европы, а затем российской, он поставил англо-американскую цивилизацию в абсолютно такое доминирующее положение, но это дело очень временное. То есть сейчас, как бы, все вообще, так сказать, мы интегрируемся в то, что дезинтегрируется, поэтому... Ну, так сказать, неплохо было бы кое-какие иероглифы подучить, да. Ну, может быть, я не знаю, я просто говорю, что то общество, которое мы... про интеграцию, которого мы говорим, оно абсолютно нестабильно, и что там будет через 10 лет, ну, это вообще представить невозможно. Я еще хотел сказать, что я не представлял выступающих. Думаю, что каждый взял программу и может посмотреть, соответственно, если он находится в другой научной сфере. Могу повторить. Константин Сонин сначала профессор российской экономической школы, потом Максим Франк-Каменецкий, Boston University, Федор Богомолов, знаменитый Current Institute, New York University, и теперь Константин Северинов, который Радгерс и лаборатория Академии наук в России параллельно. Не знаю, какая идентичность будет говорить. Спасибо, Олег. А, я, в общем, тоже не знаю, про что я буду говорить. Я думаю, что то, что я мог бы, наверное, рассказать, это то, что я уже в течение пяти лет поддерживаю лаборатории, две лаборатории здесь, и сохраняю лабораторию в Штатах. То есть, возможно, у меня есть какой-то опыт, который мог бы быть интересен тем, что еще не имеет лаборатории здесь, но, может быть, думает о том, чтобы ее здесь получить. Вот я здесь какие-то совсем краткие тезисы написал. Значит, вот сейчас только что официально объявлено вот этой программе распределения 80 грантов на общую сумму в 12 миллиардов рублей для авторитетных ученых в ВУЗе. Там ограничение 4 месяца пребывания этого авторитетного ученого в том ВУЗе, которым он себя, с собой осчастливит. Значит, я считаю, что это очень важно, и, возможно, даже недостаточно. То есть, первое, вот то, что я как бы понял, работая здесь, это что, безусловно, надо быть на месте, если вы хотите, чтобы у вас что-то работало. Мероприятие 1.5 с двухмесячным пребыванием реально, конечно, не позволяет ничего создать, и, в общем, это не может рассматриваться как создание полноразмерной лаборатории здесь никоим образом. И чем больше времени вы можете здесь проводить, тем лучше, что, понятное дело, означает, что для людей, которые еще одной ногой стоят на Западе, это совершенно необходимо иметь тенюр и хорошее фондирование. И уметь поддерживать это фондирование, проводя большую часть времени не в своей, собственно, родной западной лаборатории. Вторая приятная вещь, что пока что, несмотря на то, что Михаил Соколов говорил о финансировании, в частности, в расчете на российского ученого, деньги здесь, безусловно, есть. То есть, на самом-то деле, иметь значительный даже по западным меркам бюджет в России относительно несложно, но это связано, по-видимому, просто с тем, что относительно мало людей, которые вернулись. Понятно, что если начнется массовое возвращение, то будет и возникать и конкуренция за эти средства. Но, в целом, деньги есть. И, в общем, вот как я, будучи представителем, как и Максим биомедицины, первый раз, когда человек пишет грант Национального института здоровья, он не понимает этих форм, и они неестественны. Вот здесь формы тоже исключительно неестественны, но к ним совершенно можно привыкнуть, и по их правилам играть. Даже то же самое ФЦП, вот если вы, что называется, в правильный майнсет себя введете, то все это сделать несложно. И одним из достоинств русских грантов, если можно так сказать, является то, что если, например, американские гранты, с которыми я только имею опыт, требуют действительно очень крупного интеллектуального напряжения сил для того, чтобы этот грант, собственно, сделать, потому что вы должны на пять лет вперед заглянуть и увидеть, где вы хотите быть с точки зрения науки. Достоинство российских грантов в том, что, да, административная часть сложная, но научная часть абсолютно неважная. И в этом смысле в то время, которое вы выгадаете, не думая о том, что вы пишете в научной заявке, вы можете посвятить заполнению форм. Баш на баш выходит более-менее то же самое. И третий тезис, что в целом, но это опять же связано с ограниченностью контингента людей, вернувшихся или частично вернувшихся, отношение к возвращенцам на удивление хорошее, причем на самых разных уровнях, в министерстве лучше, чем в РАН. Но никаких препон сознательных никто нигде не чинит. И надо, в общем, реально понимать ситуацию, что здесь, что опять же связано с маленькой, что ли, прослойкой возможности выхода на уровни, где принимаются решения гораздо проще, чем в тех странах, в которых мы работаем. По поводу РАН, есть некое наблюдение, что Ира приводила данные о том, что в РАН много пожилых людей, и на самом деле в этом есть своя, что ли, хорошая сторона. Дело в том, что основная, на уровне членов академии, основная поддержка, которую вы можете получить, это бескорыстная поддержка. Это на самом деле именно от пожилых, скажем так, советских академиков. Самая неприятная часть, это вот, что есть другая порсль. Есть люди, которые сейчас 50-летние, скажем так, но которые еще не у власти, ВРАН, но, возможно, ее получат. И вот это как раз та когорта, с которой, по-видимому, больше всего сложности возникает. Одна из причин, почему надо быть на месте, чтобы здесь что-то делать, это та самая демография, здесь отсутствует среднее звено, здесь нет понятия лаб-менеджер, здесь нету... То есть реально вам нужно будет работать все самому и работать со студентами. В Штатах у меня вот лаборатория существует уже 14 лет, и за один год она стала существовать самостоятельно. Здесь у меня лаборатории существует 5 лет, ни одна из них не существует без меня. Так как вам нужны студенты, чтобы готовить потом из них аспиранты, чтобы брать их в аспирантуру, вы не можете существовать, не идя в вузы. Вы просто обязаны идти в вузы, находить способ взаимодействовать с вузами, чтобы находить там студентов, брать их в аспирантуру и готовить. С точки зрения, опять же, диаспоры, это выгодно в двух отношениях. Вы готовите кадры для своей российской лаборатории, вы, что называете, здесь кадрите людей, которые вы можете потом отправлять в западную лабораторию, потому что опыт показывает, что за последние 15 лет качество людей, собственно, с российской подготовкой, которые можно получить в американские, ну, западные лаборатории, ухудшилось. Социальные проблемы, про которые много говорят, я, честно говоря, их не видел. То есть, дело в том, что социальное неравенство в науке здесь существует и цветет совершенно замечательно уже сейчас. И надо понимать, что вот разница между зарплатами многих академиков, скажем так, у власти или директоров институтов и так далее, и аспирантов, она в несколько порядков. И не есть предмет разговора, и ни у кого это не вызывает никаких особых проблем. Теперь по поводу биомедицины. Значит, вот здесь Миша Гельфан присутствует. По нескольким оценкам, которые мы с ним делали, надо понимать, что в случае конкретно биомедицины российская наука на приличном уровне в этой области находящейся представляет собой крошечный процент мировой науки или, например, американской. Если в Америке Национальные институты здоровья в равновесном режиме поддерживают 50 тысяч грантов, которые распределяются между приблизительно 30 тысячами учеными, то по не очень консервативным оценкам во всей России не наберется сотни лабораторий, которые могли бы на равных претендовать с американцами на получение грантов Национальных институтов здоровья. То есть разница в несколько порядков. При том, что количество русских лабораторий в Америке, которые руководятся бывшими русскими, российскими завлавами, оно больше, чем 100. То есть на самом деле вес научный и чисто научный вес диаспоры превышает вес русской. Всего, что здесь есть, что можно сейчас предложить в отсутствии каких-то развитий. И это определяет, то есть с точки зрения государственного планирования, по-моему, нужно понять, вот Максим сказал, что биомедицина будет наукой следующего века. В России сейчас очень популярная идея, в частности, РАСНАН, и многие эту, по-моему, вредную идею проповедуют, что раз биомедицина наука будущего, то мы ее будем развивать. Мы всех обскачем на козе, перескочим в шестой, седьмой какой-то там уклад новый есть. Но здесь работает закон больших чисел. Если есть 30 тысяч ученых там за лабораторией и 50 лабораторий здесь, то какие бы русские не были умные по сравнению с дураками-американцами, победить их нельзя. Нельзя сделать, вот есть цена лекарства. Лекарства стоят миллиард долларов. Сейчас считается, что в России можно делать лекарства за 10 миллионов или за 100 миллионов, особенно если РАСНАН или у кого РВК попросить. Потому что вот у них сейчас там кризис, мы что-нибудь такое выдернем, мы здесь делаем клинические дешевые исследования и все такое прочее. Это неправда. И такое ощущение, что возможно должна быть вообще переориентация вот собственно вот такой совсем прогрессивной медицины, биомедицины, вот как рак и так далее, на другую медицину. Есть прогнозы по биотехнологии, которые показывают, что если сейчас во всем мире действительно 75% денег в биологии вкладывается в биомедицину, лишь 25%, скажем так, в технологию как-то микробиальные какие-то вещи. Действительно биотехнология, переработка топлива, такого рода вещи, то в 30-м году возможно это соотношение изменится. И вот одна из тех потенциальных сил в России, это возможно концентрироваться на этом, в частности при привлечении диаспоры. Вроде я все здесь сказал, у меня еще написано слово паспорт. Основная идея такая, что да, вот вопросы все, в России можно получить деньги, они конечно ужасные. 94-й закон, то, другое, третье. Но в общем-то, как выясняется, эти факторы не самые главные. Ко всему можно привыкнуть, и к этому тоже. То есть здесь совершенно спокойно, на самом деле, можно работать. Но если вы закроете свою западную лабораторию, ваша здешняя лаборатория не будет существовать спокойно, независимо, она не сможет существовать. Нужен, безусловно, обмен, а для этого нужны паспорта. И обмен, в частности, для перевоза стафа реагентов и прочее, но это все осуществляется. Все, я, по-моему, закончил. Спасибо. Представим себе второкурсника Мехмата. Когда он заканчивает второй курс, ему нужно выбирать научного руководителя. Сильных студентов много, а хороших семинаров не так много. К кому идти? Вот недавно появилось замечательное решение. Это совместные аспирантуры и совместное научное руководство. Я здесь знаю несколько примеров. Это Москва и Эколе нормального суперриярда Льон, Москва и Марсельский университет, или, например, Москва и университет Манчестера. В двух последних примерах оба научных руководителя и в Москве, и за ее пределами, это ученые из России. В первом и в третьем примере, так сказать, вся деятельность проходит через независимый Московский университет. Независимый Московский университет – это сюжет для большого рассказа, и я надеюсь, что присутствующий здесь его ректор расскажет о нем подробнее. Это уникальная русская часть русской математической жизни, уникальная в частности тем, что это лидер математического образования, в то же время с 2006 года не имеющий лицензии на образовательную деятельность. И разрешите сказать только вот что. Человек может жить без глаза, без руки, с неработающим легким, но вот с остановившимся сердцем человек жить не может. Независимый Московский университет – это сердце математической жизни в Москве. Здесь много говорят о системе грантов. Действительно, в Соединенных Штатах я получаю гранты трех типов. Гранты университета, гранты от частных структур, например, фонда Слоуна, и гранты федеральные. Гранты университета – это гранты, которые связаны с моей позицией. Я получаю позицию, и университет одновременно выделяет некоторые деньги на поездки, на конференции, на открытие семинара, на приглашение докладчиков. И это замечательная структура, которая есть во всем мире, есть и во Франции, насколько я знаю о структуре СНРС. И, опять-таки, насколько я знаю, в России ее нету. Особенность этой структуры, конечно, в том, что у человека есть свобода. Я получаю грант, я могу приглашать кого угодно, не спрашивая разрешения ни у кого. Или, если мне нужно, поехать на конференцию, я покупаю билет и еду. Совсем иначе обстоит ситуация с федеральными грантами в Соединенных Штатах. Хорошо известно, что федеральные гранты по математике выделяют в основном NSF, National Science Foundation, в США. Федеральные гранты имеют огромное значение для жизни американской математики. Не только самой своей суммой, но и тем, что они, так сказать, определяют его карьеру в высокой степени. Руководство университетов оказывает большое давление на сотрудников, в том числе и на меня, чтобы мы оформляли заявки на гранты. Пишите гранты, оформляйте на гранты. При этом хорошо известно, и это явно пишется на сайте NSF, что математические результаты соискателя вовсе не являются основным условием для присуждения назначения гранта NSF. Это явно написано на сайте NSF. Хорошо известно, что огромную роль, например, играют чисто, так сказать, косметические аспекты, грамотное составление заявки. В нашем университете регулярно проводятся симпозиумы, тренинги о том, как грамотно писать заявку на грант. Это происходит примерно раз в месяц. Действительно, тут отмечалось, что составление заявки на грант требует огромных усилий. Первый раз, когда я составлял, у меня ушел на это примерно месяц. Я действительно совершенно не понимаю, в чем смысл движения в эту сторону в России. В то же самое время движение это, несомненно, есть. Недалее, как вчера, я сдавал в Институте Стеклова мои показатели результативности научной деятельности. Это более существенно другое. Может быть, не все знают, какая зарплата сотрудника, скажем, Московского университета. Молодой сотрудник Московского университета получает зарплату в 15 тысяч рублей. Если у него есть грант, то ему есть на что жить. Если у него нет гранта, то ему жить не на что. Это ситуация, по-моему, неприемлемая, и это импортирование зависимости от грантов, как мне кажется, неплодотворно и неконструктивно. При всех своих недостатках система академических институтов, система институтов Академии наук, российский аналог СНРС, в том, что касается математики, все-таки работает. И мне кажется, что и это и нужно поддерживать, а вовсе не заниматься реформированием российской математики, исходя из американских идей. Здесь много и в тезисах Анатолия Васильевича Вершика, в тезисах Сергея Григорьевича Ландо, Николая Юрьевича Решетихина говорилось о возможных формах взаимодействия диаспоры и метрополии. Разрешите мне сказать еще о двух. Во-первых, это математика на русском языке. Действительно, международный язык английский, и с этим никто не спорит. Однако, если мы думаем, что молодые студенты в московском университете могут читать в оригинале Сонеты Шекспира или хотя бы работать Юринга, то мы ошибаемся. Ничего подобного никогда не было и нет. По-английски наши студенты не знают. Сильные студенты, которые пишут на третьем, на четвертом курсе хорошие работы, в более чем в половине случаев могут написать такую работу только на русском языке. Соответственно, они могут опубликовать ее только в русском журнале. Замечу, что все ведущие русские журналы переводятся на английский язык с очень небольшим деколажем, очень быстро. Итак, они пишут работу на русском языке, а эта работа публикуется в русском журнале. Все хорошо знают, что русские журналы читают сегодня, может быть, немножко меньше, чем раньше. Соответственно, не очень понятно, соответственно, плохая ситуация с русскими журналами оказывает влияние и на работы молодых российских математиков. Я не совсем понимаю, и я, так сказать, не совсем в теме. Интересно, можно ли как-то было бы добиться того эффекта, чтобы российские математики диаспоры публиковались в российских же журналах. Кажется, вопрос-то не совсем риторический, на что показывает успех московского математического журнала. Московский математический журнал основан независимым университетом сравнительно недавно и чрезвычайно успешен. Вместе с тем, конечно, опять-таки встает вопрос языка, но ведущие российские журналы, как успехи, так и, скажем, сборник, принимают работы на английском языке. Можно подать работу на английском языке, и, соответственно, она будет перейдена на русский уже редакцией. Например, филдский лауреат Жан Бургейн недавно опубликовал работу в успехах математических наук. Вот, как-то очень хотелось бы, чтобы российские журналы, не только московские математические, но и другие, может быть, как сказать, становились лучше, а не... Дальше, и еще есть проблематика книг на русском языке. Пусть меня поправят, но, скажем, до 1960 года я не знаю ни одной важной монографии, не имеющей русского перевода. Иногда этот русский перевод, как в случае знаменитой книги Хуалу Гена, выходил раньше, чем английский, на 4 года раньше. Сейчас, конечно, ничего подобного нет. И опять это создает дополнительные трудности для студентов, потому что вместе с математикой они должны учить одновременно английский язык, которого, еще раз говорю, они не знают. Хотим мы это или не хотим, они не знают. И, опять-таки, хотелось бы, чтобы перевод книг на русский язык, издание книг на русском языке, чтобы это как-то продолжалось. И вторая тема, которая, кажется, не звучала еще на этом обсуждении, это тема реформы математического и общего образования в России. Эта тема очень активно обсуждается в российской прессе. Например, недавно была волна публикаций о самоубийствах на почве ЕГЭ. 17-летний мальчик проваливает ЕГЭ или только боится провалить его. Но он понимает, что если он провалит единогосторожный экзамен, то его жизнь перечеркнута. Он не может поступить ни в один университет. Если у него повысилась температура или он там поссорился с другом и провалил экзамен, то все, это все кончается. У меня, например, было пять попыток поступить на Мехмат. И, соответственно, мальчик кончает с собой. Но, как мне кажется, в обсуждениях с диаспорой вообще вопрос... Опять-таки, может быть, я не владею здесь темой, но я не знаю ни одной публикации российской математики с диаспорой на тему вопросов российского образования. Опять-таки, другой пример. Как известно, в России есть несколько интернатов. Московский интернат Калмогорова, Петербургский и Новосибирский. Новосибирский интернат совсем недавно, примерно три года назад, ввел плату за обучение. Насколько я понимаю, она была назначена в размере 50 тысяч рублей. Как мне говорили преподаватели интерната, это моментально, кардинально изменило социальный состав детей в школе. В частности, детей из села больше нет. Здесь много говорят, и представители диаспоры, об Академии наук. Очень хотелось бы слышать голос диаспоры в том, что касается реформ математического образования. В России много замечательных, чрезвычайно талантливых детей, которые хотят заниматься математикой. Их нужно учить. Просите, господин Ажатова, чтобы выслал новых работников. Спасибо. Ну что ж, очень спасибо, очень эмоционально. Платонов и быстрых разумов нефтонов, земля русская все еще рожает. Константин Северонов просил что-то добавить про гранты на 30 секунд. Да, я просто, мне тут в голову пришла одна мысль, я понял, что я забыл ее сказать. Когда, в частности, Федор сказал, что вот что это за всех грантами так заинтересовалось. Надо понимать, что гранты в западном исполнении и в здешнем исполнении совершенно разные вещи. И причина этого вот в чем, что если на Западе вы получаете грант для того, чтобы нанять кого-то, кто-то работал, если вы только не в медицинской школе, и ваша зарплата от ваших грантов не зависит, или максимум зависит на 3 месяца, если это летняя зарплата, то здесь ситуация совершенно не такая. Поэтому вот когда вы подаете на 1,5 или неважно на что, здесь абсолютно порочное исполнение грантовской системы, потому что не нанимаются реально новые люди, а просто здесь неограничены надбавки к грантам. Поэтому чем больше грантов вы набираете, тем больше зарплаты вы можете заплатить ну или себе родному, или своим сотрудникам. если вы так хотите, да, что на самом деле выхолачивает весь смысл системы. Это просто способ зарабатывания, получения зарплаты, но не делания науки. Я думаю, что во время ланча все, кто хотят узнать детали, подойдут Константину и их получат, включая явки, адреса и так далее. Значит, Михаил Гельфанд, я знаю, что он знаменитый биолог, вот институт я никак не могу расшифровать. Проблема передачи информации, да. Прошу прощения, Гельфанд, с вашего позволения. Я сначала хотел бы прокомментировать вот ту дискуссию, которая началась, про не очень удачно названные дешевые науки, не очень удачно названные дорогие науки. Тем не менее, это различие есть, и во всех научных дискуссиях, таких, ну, научно-политических дискуссиях, в последнее время оно очень ярко проявляется, и оно немедленно проявилось сейчас. Вот это вот, например, идея заметного количества дешевых позиций, где деньги есть только на путешествия, конференции, приглашения участников, это абсолютно нормально для математики, насколько я в состоянии судить. А биолог так работать не может в принципе. Вот биолог, у которого есть деньги только на собственную зарплату, и на поездке он перестает заниматься наукой, потому что ему нужен еще прибор, ему нужны расходники, и на самом деле ему надо платить аспирантам. Действительно, значит, из-за того, что зарплаты академические и университетские нецензурно низкие, значительная часть грантовых денег уходит на надбавки, и это действительно создает неограниченные возможности для глупостей и злоупотреблений. В нормальной ситуации так не будет, но тем не менее, действительно, для того, чтобы платить достойную зарплату аспиранту или человеку уровня постдока, приходится комбинировать несколько грантов. Возможности нанимать на мягкие деньги технически есть, но требует каких-то неимоверных ухищрений и хороших отношений с администрацией собственного института, если ты не его директор или заместитель. У нормального зафлаба такой возможности в простой ситуации все-таки нет. И та же самая проблема с грантами и не с грантами. В математике действительно грант вещь, по-видимому, довольно бессмысленная. Один мой коллега, сотрудник моей лаборатории, работал с Конторовичем и рассказывал, как Конторович заполнял отчеты в середине года, теорема доказана на 50%. Я боюсь, что... Я вернусь к этому чуть позже. Ну ладно, давайте теперь по порядку. Тем не менее, люди в общем концептуально согласны. Все согласны, что контакт с диаспорой вещь очень хорошая. Все согласны, что финансирование должно увеличиться. Но, по-моему, кроме Кости, нет ни одного человека в стране, который говорил бы, что денег больше не надо. Тем не менее, уже возникает разногласия на уровне степени конкурсности распределения этого финансирования. То есть, то ли оно должно быть таким плоским и сметным, то ли оно должно все-таки проходить. Ну, вот в науках, кроме, может быть, математики и каких-то отдельных... Ну, математика и гуманитарная наука, там грантов не может быть действительно, и проектов не может быть. Мне кажется, что моего тезиса не появилась, но я надеюсь, он очень короткий, я его весь и скажу. Что есть, на самом деле, три основных направления, где диаспора реально могла бы быть очень полезна. Это поддержание существующих научных контактов, образование новых. То есть, это просто какие-либо совместные группы, или там работа с бывшими учениками, которые уехали, или там работа с коллегами, которые уехали. Просто совместная научная деятельность, везде, ну, так же, как можно работать между Москвой и Петербургом, так же можно работать между, там, Москвой и Беркли, общаясь по скайпу, и, так сказать... Ну, у нас это получается, у еще многих людей это получается. Есть то, на что вроде бы поставлена сейчас некая, сделана государственная ставка, это возвращение на работу в Россию, и, наконец, это участие диаспоры в экспертизе научных проектов и программ. Вот я эти пункты написал заранее, я страшно рад, что у Иры Держиной в докладе, они же, собственно, были примерно в этом же порядке. И, вот опять, на уровне декларации все со всеми согласны. Государственные программы, которые объявляются, они, так сказать, не замечательные предисловия. Проблемы начинаются на уровне технического исполнения. И здесь есть некая опасность, потому что как только мы начинаем сосредотачиваться только на чем-нибудь одном, вот это как бы вроде бы легко поменяет. Да вот сейчас очень популярна, скажем, тема нострификации научных степеней, полученных на Западе. Это простая вещь, это там сделать ничего не стоит. Но есть страшная опасность, что после того, как это будет сделано, скажем, ну а что вы еще-то хотите? Вы же вот хотели нострификацию, вот вам нострификация. Вот тут проблема в том, что большое количество мелких и занудных технических проблем, по-видимому, надо решать все одновременно. О них надо все время говорить одновременно, потому что иначе будет выдернуто что-то одно. В области научных контактов это очень значительные дипломатические проблемы. Оформление российских виз людям, которые не имеют российского паспорта. Я знаю много людей, которые скажут, что они в Россию ездить не будут, потому что они с Афгана смотрелись. Это практически цитата. Люди, у которых, скажем, было российское гражданство, но нет современного паспорта, от них требуется переоформить. Даже если они хотят отказаться от гражданства, я от них требую сначала переоформить паспорт, а уже потом отказаться. Ну вот куча такого сорта глупостей, которые реально, на самом деле, я знаю людей, которые действительно не могли приехать на конференцию или не стали приезжать на конференцию, ровно из-за радости взаимодействия с консулатом. Это, на самом деле, верно и в обратную сторону, потому что время от времени возникают все-таки истории, когда человек пытается получить визу для поездки в Штаты и не успевает или что-то такое. В этом смысле дипломаты все одинаково отвратительны. Значит, если мы говорим про научные контакты, особенно в области экспериментальных наук, существенную роль играет, скажем, перевоз образцов через границу. Значит, в области биологии какая-то неизвестная мне скотина, пролоббировала запрет на выброс биологических образцов, что страшно затруднило, на самом деле, действительно, просто реальную совместную работу биологов. В результате, как всегда в России, все все равно все возят, но при этом каждого человека можно в любой момент подвесить на крюк. В ВОЗ сюда то же самое. В биологии, я не экспериментальный биолог, я на самом деле про это говорю с чужих слов, но тем не менее я вижу эти истории. В отличие, скажем, от химии, где можно создать запас реактивов и как-то на нем работать. В биологии многие реактивы просто не живут больше нескольких дней. И то в хороших условиях. Поэтому, если вы его заказали, то он должен быть привезен немедленно. В области, я прошу проще, я, наверное, я постараюсь все-таки чуть быстрее говорить. Значит, в казначействе легально вы не можете платить зарплату человеку, которого вы пригласили. Вы не можете заплатить за публикацию российской статьи в журналах, где, там, так сказать, ну, плату за страницы или там в журналах открытого доступа, где правила это требуют. Нет легального способа это сделать, при том, что, скажем, вообще говоря, объявлена политика, вот опять, так сказать, пример, да, объявлена политика на повышение публикации в международных журналах. Во всех отчетах это считается очень хорошо, но легального способа заплатить за эти публикации невозможно. И то, про что Костя сказал, но он это сказал в настолько парадоксальной форме, что я боюсь, что есть опасность, что это будет воспринято on the face value. Значит, неадекватные формы заявок и отчетов при подаче проектов Минобранауки, на самом деле, вещь не безобидная, потому что в результате, соревнуются не... Вот, я сказал, что очень хорошо, что про содержательную часть можно не думать. Вот реально так и происходит. В результате соревнования происходят не по сопоставлению качества проекта, а по... Либо по качеству выполнения, скажем, заполнения заявки. Ну, это еще можно, если есть, так сказать, хорошая поддержка в институте, то, так сказать, там будут люди, которые вам будут помогать. Но даже содержательная часть оценивается, на самом деле, по каким-то абсолютно безумным критериям. Вот, у меня есть какой-то из проектов, я не знаю, самые последние, или там какой-то из них, критериев отбора, вот на эти большие гранты, которые объявлены. Я сейчас, через несколько секунд, оттуда зачитаю, особенно выдающиеся места. Вот. Теперь про потенциальное возвращение. Ну, я думаю, что, так сказать, в этом зале уж точно все осознают, но я думаю, что даже на более высоком уровне есть осознание того, что нет шансов на массовое возвращение ученых высокого уровня в Россию, тем не менее, создать какой-то поток было бы разумно, но опять, так сказать, на уровне, там, чисто жизненного опыта, есть люди, которые хотели бы либо вернуться, либо проводить заметное количество времени в России, люди очень высокого уровня, это, так сказать, иногда связано с психологическими причинами, иногда с какими-то личными, такой поток есть. И мне кажется абсолютно критическим, вот при выполнении вот этого замечательного постановления, чтобы были соблюдены следующие условия, чтобы вот никто из этих сильных претендентов, реально сильных, высочайшего уровня, которые захотят подать, не были бы утеряны, не были бы утеряны по каким-то формальным причинам. И вот в этом месте грамотная организация регламентов и грамотная организация экспертизы является, по-моему, абсолютно решающей и, к сожалению, я не вижу никаких подвижек в этом направлении. Мне бы казалось, на самом деле, что если, просто критерием адекватности чиновника, который организует эти конкурсы, может быть следующее, что если кто-то из ученых реально мирового уровня этот грант не получил, вот чиновник, который отвечал за конкурс, значит, должен писать письменное объяснение, почему так случилось, и вылететь с треска. Если письменное объяснение будет состоять в том, что концы веревочки из-под печати торчали не на 3 сантиметра, как по ГОСТу, а на полтора, то этот человек должен быть с позором выгнан. Конечно, такого не будет. Ну, это, так сказать, резкое утверждение, но ясно, что такого не будет. На самом деле, с этой программой есть полная беда, потому что... Да, значит, второе, так сказать, ну, хотелось бы допустить достойность, обеспечить достойный средний уровень этих заявок, чтобы приезжали, так сказать, не звезды, но люди приличного среднего уровня. И, конечно, очень бы не хотелось двух вещей. Не хотелось бы, так сказать, чтобы через это проскочили, так сказать, откровенно слабые победители, то, что массово случается с конкурсом 1-5. Опять-таки, в силу особенностей закона о госзакупках и особенностей форм, которые приходится заполнять, уровень победителей, на самом деле, настолько слабый, что он дискредитирует саму идею. Вот эта вот известная мантра Академии наук, что к нам приедут неудачники, она не должна быть реализована. Ну и, так сказать, то, про что Костя говорил, что есть опасность некоторого формального, так сказать, присутствия, то есть соревнуются, по-моему, Ира Дежина про это говорила, что реально соревнуются русские институты, у которых есть какой-то вот свадебный генерал, который, в общем, в России не появляется или появляется изредка. Ситуация с этим постановлением в этом смысле, мне кажется, абсолютно трагической, потому что эти деньги будут распределены еще две минуты, я все-таки скажу с вашего позволения. Значит, эти деньги будут распределены 12 минут, на самом деле, если поделить два часа, я посчитал. Вот, эти деньги будут распределены очень быстро. Даже в ситуации, даже если предположить полную частоту намерений на уровне университета, эти деньги будут распределены в течение одного месяца и потом потрачены в течение следующего месяца. Если кто-то понимает русскую систему, то потратить 15 миллионов за месяц и при этом не допустить массу нарушений просто физически невозможно. Реально к этому идут. Все объявляется в конце июня, у нас есть полгода на то, чтобы объявить конкурс, организовать экспертизу, провести конкурс, выделить деньги и потратить деньги к 1 декабря. И последний пункт экспертиза научных проектов и тут есть опять-таки три проблемы. Первая, на самом деле, слабая заинтересованность системы в адекватной экспертизе. Я в каких-то конкурсах участвовал как участников, других как эксперт. На самом деле, нет ощущения, что у Министерства, тем более у Академии наук, не знаю, кто из них тем более, действительно, есть на самом деле реальный, так сказать, бюрократический или социальный запрос на реальную экспертизу. Неадекватные регламенты и низкое качество экспертных вопросников, про это можно говорить подробнее, но сейчас уже, по-видимому, не время. Ну вот, на экспертизу в Миннауке, на экспертизу миллионных проектов, мне предлагали эту экспертизу как-то раз сделать за сутки, а когда я устроил скандал в телефон, мне сказали, ну ладно, давайте три дня мы вам все-таки дадим. Это проект на большие миллионы рублей. И третья опасность, которая, мне кажется, очень существенна для обсуждения именно здесь, это, при том, что провозглашен курс на международную экспертизу, это провозглашено, у нас эксперты будут самые лучшие, самые международные, никаких критериев на отбор экспертов не сформулировано. И мне кажется, что есть большая опасность, что вот эти вот международные эксперты на самом деле тоже будут подбираться по принципу кто кого знает. Так сказать, вот, есть замечательная российская ассоциация русскоговорящих американских ученых, я сильно подозреваю, что если бы ее председателем не был личным другом министра науки, значит, она бы гораздо меньше привлекалась к экспертизе проектов, если она действительно привлекается. Мне кажется, что на самом деле помимо регламентов конкурсов есть еще крайне существенная вещь регламента подбора экспертов. И про это очень мало кто думает. Спасибо большое. Мы переходим с одной стороны стола на другой. Михаил Клименко, Джорджи Тек. От биологов переходим к экономистам. Спасибо. Я бы хотел, во-первых, поблагодарить и фонд династии, и европейский университет за то, что они нас сюда пригласили и дали возможность высказать наши соображения по поводу диаспоры и возвращенцев. И еще я первый раз выступаю, видя себя самого буквально напротив. Это некий такой новый для меня экспириенс. Поэтому я прошу извинить заранее, если это негативно повлияет на плавность моей речи, если я буду запинаться. Я бы хотел продолжить, как и Константин Сонин, в виде нескольких таких сносок со звездочками. Может быть, я сделал несколько таких звездочек. Миша, секунду. Задние ряды слышат, да? Мы стараемся... Михаил Валенкархон, пожалуйста. Мне это как раз бьет по ушам, и поэтому я стараюсь... Окей, хорошо. Так вот, я бы хотел сделать несколько таких сносок по ходу о роли возвращенцев и диаспоры, которые они могут потенциально сыграть в улучшении российской науки. И одна мысль, которая мне пришла в голову, когда я, в частности, слушал доклад Михаила Михайловича Соколова, это о том, что он совсем не упомянул о такой часто варьирующейся по странам, таком часто варьирующейся по странам параметре, как, так сказать, проблема инбридинг, кровосмешение среди научных школ, и которая очень сильно, к сожалению, присутствует в российской научной среде, не только в общественных, но и в естественных науках. То есть процент профессорско-преподавательского состава с учеными степенями, которые они получили в тех же местах, где они работают. И было бы интересно посмотреть, насколько этот параметр влияет на публикации в реферируемых журналах. Может быть, он влияет негативно, может, позитивно, но, во всяком случае, принято считать, что это некий такой негативный параметр, который надо всячески снижать. И в этом плане, мне кажется, диаспора потенциально могла бы, если она начнет, так сказать, возвращаться в Россию, она могла бы сыграть безусловно положительную роль, потому что, глядя, например, на опыт Китая в этой области. Я, в частности, в свое время преподавал в Нанкайском университете в Тяньджине. Там два года назад, три года назад назначили нового президента, и он в первые 18 месяцев своей работы поменял, то есть не поменял, а нанял 200 человек с докторскими степенями из американских, запноевропейских и австралийских университетов. 200 человек, это 10% профессор и преподавательского состава за 18 месяцев. Китайцев и не китайцев, насколько я знаю, но у меня точной информации на этот счет нет. Безусловно, за всем за этим стоят огромные деньги, но также личные усилия и некая миссия университета, некая миссия нового президента, университета, который вот пришел с миссии обновить профессорско-преподавательский состав. В 2008 году, например, год, последний год, за который имеется статистика, это все взято из журнала Science, в Китай вернулось более 3000 человек с докторскими степенями из США. Тоже, безусловно, эти люди осели не только в индустрии, но какая-то часть из них осела в академии, и они, конечно же, снизили проблему вот этого инбридинга и инцеста, и кровосмешения в научных школах. Теперь по поводу мотивации, так сказать, и мотивации возвращающихся, что можно сделать для того, чтобы их мотивировать вернуться, помимо того, чтобы предложить им небольшую кучку денег. Есть такое понятие, как критическая масса и синергия между исследователями, и в этом плане Китай опять показал интересный пример, потому что они пытаются зачастую пригласить не одного изолированного человека, а двух-трех соавторов. В естественных науках зачастую пытаются купить на корню всю лабу и перетащить ее в какой-нибудь китайский университет. Безусловно, наличие коллеги, близкого соавтора в Москве или в Петербурге, с которым ты уже сработался, было бы существенным фактором, помимо денег. Многие пожертвовали бы деньгами ради того, чтобы иметь какого-нибудь своего единомышленника тут же здесь в Петербурге с офисом на том же этаже, где ты сам имеешь офис. Особенно это, я так понимаю, важно для life sciences, естественных наук, но для общественных наук это также важно. теперь, также в отношении возвращения, опять же, глядя на китайский опыт, он постепенно, кстати, сейчас стал обобщаться и многие публикации на английском языке появляются, описывающие не только положительные аспекты этого опыта, но и те шероховатости и проблемы, с которыми китайцы столкнулись, пытаясь вернуть свою, так сказать, knowledge-диаспору обратно в Китай. И в частности, одна из проблем, на которые они обратили внимание, опять же, это описано в одной из статей в журнале Science, была связана с тем, что очень трудно синхронизировать календарь академический какого-нибудь исследователя на Западе, в США, например, с тем календарем, с которым он сталкивается в Китае. Если речь не идет о том, что человек оставляет свою тенированную позицию и постоянно едет работать в Китае, то нужно как-то синхронизировать эти календари. Конечно же, есть собатиклы, это семестр или год, и многие едут в Китай на год или на семестр, когда у них есть собатикл. Но далеко не у всех есть возможность сделать это часто и далеко не так часто, как, наверное, хотели бы сами китайцы. И поэтому многие профессора из ведущих американских университетов, китайцы, принимали позиции в китайских университетах и фактически это вливалось в то, что они просто давали свое имя ведущим китайским университетам, Фудану, Циньхуа или Бейда. Но на самом деле практически не появлялись, снимая при этом большие деньги с китайского правительства и министерства образования. То есть можно их обвинять в том, что они вели себя протонистически, пытались, так сказать, пошабашить, но дело в том, что зачастую это было просто связано с тем, что у китайцев в Китае были нереалистичные ожидания в отношении того, что человек, постоянно работающий с трудовой книжкой, лежащий в американском университете, может сделать в России. То есть тут нужны какие-то реалистические ожидания и понимания того, что синхронизация календарей может дать, а что не может дать. То есть они заведомо асинхронны и какая-то шероховатость в этом плане может возникнуть. Я это говорю к тому, что в китайской прессе был довольно сильный такой backlash, то есть негативная такая волна критики в отношении вот этих вот профессоров, ведущих, которые, получая очень большие деньги от китайских университетов, тем не менее появлялись там чисто символически, то есть давали фактически только свое имя. Также важна, безусловно, нужно важно и нужно пытаться вернуть профессоров полностью, то есть убедить человека оставить свою тенюрованную позицию на Западе и приехать постоянно работать в Россию. Это, безусловно, требует очень большого количества денег. В Китае, опять же, в год в среднем возвращается, оставляя свои тенюрованные позиции в США более 30 человек. По крайней мере, за 2007-2008 год эти цифры превысили 30 в оба года. В России, насколько я знаю, только, Константин, вы продолжаете быть, вы не оставили свою тенюру, да? Насколько я знаю, по крайней мере, в месте, где я работаю, можно взять академический отпуск до двух лет. После двух лет тебя просят написать resignation letter. Ты не можешь быть за пределами университета больше двух лет. То есть, рано или поздно, если сотрудничество начинает развиваться и ожидание российских, так сказать, host institutions приводит к тому, что человека хотят здесь видеть больше двух лет, он должен принять решение оставить свою позицию, тренированную в США, или оставить свое сотрудничество здесь. Если речь идет, конечно же, о полнокровном сотрудничестве. Далее я хотел также прокомментировать про одну идею, которая, как так скользнула в докладе Ирины Дежиной. В частности, вы упомянули о том, что плохо, когда возникает дублирование между разными программами по возвращению репатриантов. Плохо, что Министерство образования, Академия наук и различные университеты пытаются, так сказать, гоняться за одними и теми же индивидуумами. По крайней мере, так прозвучало. Мне кажется, что это не вполне однозначное такое явление. То есть, зачастую, если мы подумаем об эффектах агломерации, например, в Силиконовой долине, почему люди едут куда-то, чтобы там жить и работать. Один из факторов, потому что, если тебя уволят в фирме А, ты можешь перейти через дорогу и наняться в фирме Б, потому что у тебя есть некие инвестиционные затраты с приездом, как таковым. То есть, я приехал в Москву, например, и знал, что РЭШ меня не возьмет, допустим, я бы перешел дорогу в другое, не менее, так сказать, респектабельное учебное заведение и нанялся бы работать там. Я знаю, что такой возможности не будет, поэтому, если я приеду в Москву, то только в РЭШ. Если бы было таких РЭШ 5, 10, 15, это бы, безусловно, создало эффект агломерации, который бы сделал меня значительно спокойнее, принимая решение приехать в Москву как таковую, купить там квартиру и так далее. Поэтому, вот то, что в Китае существует множество конкурирующих программ, программа 211, программа 985, программа 111, у них все номерами называют по количеству лабов университетов, которые входят в ту или иную программу, они все гоняются за одними и теми же учеными. Безусловно, это повышает, так сказать, зарплату, которую эти ученые получают в конце концов, потому что это, как бы, так сказать, односторонняя монополия. Но, с другой стороны, это также увеличивает шанс, что эти люди приедут, потому что это создает эффект агломерации. Спасибо, Михаил. По китайскому принципу у нас надо назвать конференция 44-х. по числу выступающих. Хорошо. Андрей Сибонов, Мичиган Стейт, тоже экономист. Спасибо. Спасибо. Ну, вот, не совсем я экономист, я точно называется Financial Economics. Значит, это такая дорогая дешевая наука. Значит, чтобы просто дать некое ощущение, значит, ну, да, у нас, в общем, нет там образцов и все такое, но стандартный набор данных, который нужен, ну, нормальному департаменту для работы 200, 300, 400 тысяч долларов в год. Это минимальная сумма, которую надо потратить на инфраструктуру. Так что она, конечно, дешевая, но не такая, чтобы очень дешевая. Значит, что я хочу сказать, ну, я там написал некие тезисы, если кому-то интересно, почитать, но я хотел бы немножко о другом сказать. Вот, где-то в конце 80-х, начале 90-х годов, значит, в Европе, вот в нашей науке, народ понял, что наука безумно провинциальна. Люди публикуются на английском, в журналах, которые никто не читает, даром они никому не нужны, и надо что-то делать по этому поводу. И вот, значит, примерно в одно и то же время достаточно много европейских мест начали делать чего-то по этому поводу. Ну, понятно, кто-то раскачивался дальше, кто-то меньше, но вот есть некий опыт, который можно бы понять и как-то осмыслить. Значит, места, о которых я говорю, скажем, Ландон Бизнес Кул, Ашасе, Эссек, значит, некий кластер университета в Голландии, Тилбург, Амстердам, Фри-юниверситет, Амстердам, несколько университетов в Испании, можно говорить о Баконе, ну, можно еще несколько придумать там. Значит, что они сделали? Они начали устанавливать очень высокие критерии для своих нанимаемых ассистом профессоров. Значит, они стали требовать, чтобы народ занимался наукой на мировом уровне. Это значит, что и оценка, и, соответственно, то, что называется Promotion and Tenure Decision, все мало чем отличалось от, скажем, университетов США. Значит, шло это по-разному. Вот, что можно сказать, что школы, которые с самого начала установили высокие, очень высокие критерии, они, на самом деле, оказались существенным выигрышем. Значит, тут прежде всего ЛБС, пример. Значит, с самого начала они установили критерии достаточно большого числа публикации, участия в НБРовских конференциях, ну и так далее, и тому подобное. Значит, конечно, это шло с двумя вещами. Значит, был некий переходный период, когда было примерно 6-8 лет для людей, которые уже были наняты, которые должны были в течение этих 6-8 лет перестроиться для того, чтобы отвечать критериям. Надо сказать, что процент успеха по перестройке был где-то процентов 20. Это вот такая реальная цифра. Значит, ну и, соответственно, наем новых людей только по новым критериям. На негативной стороне, надо сказать, что была очень существенная, конечно, людская боль, сафринг и подобные вещи относящиеся к этому. Когда вы ломаете систему, которая уже сложилась, понятно, что это болезненно и кто-то лично теряет. Значит, за все, что эта перестройка показала, что нужны стимулы. Вы не можете просто требовать вот таких высоких показателей. Вы должны платить, платить не только деньгами, даже не столько деньгами, а платить в уменьшении учебной нагрузки. Значит, моя наука такова, что в основном она в университетах, соответственно, есть достаточно существенная учебная нагрузка. Значит, платить в количество аспирантов и тому подобное. Значит, второе, что очень важно, вот то, что Михаил заметил, это соревнования между университетами. Значит, ну, возьмите тот же самый кластер Голландии. Ну, три-четыре университета на самом деле соревнуются за самых хороших людей. Они дают им условия, ну, которые наиболее отвечают их требованиям. что важно? Это не одновременная вещь. То есть, есть некий постоянный процесс оценки и переоценки. Тут вот я не соглашусь с моим соседом, грантовая система важна именно как элемент вот этой оценки. Возьмите, скажем, тенеру. Ну, все знают, что примерно половина людей, которые получают тенеру, кончают заниматься наукой. Это правда. но они страдают из-за этого, так скажем, потому что есть существенная система стимулов не делать этого. Ну, скажем так, во-первых, зарплата не растет, во-вторых, растет учебная нагрузка и так далее. Все эти вещи можно вполне перенести на российскую почву. Вторая вещь, о чем я хочу сказать, это вообще, чего мы хотим оставить из старой системы. Мне кажется, что одна из вещей, которая очень жалко, но она потеряна, это вот некая академическая среда. Ее очень жалко, но уже не вернуть. Ушла. Исчезла. Значит, как ее возродить, наверное, в новых условиях это будет почти невозможно. Надо это просто признать и идти дальше. чего мы не хотим. Вот опять говорилось о научных школах, говорилось, что это хорошо, но ведь научные школы действительно идут с тем, что называется инбридинг. Есть хорошие примеры инбридинг, опять институт Ландау, есть плохие примеры. И плохих примеров, к сожалению, много больше. И вот чего-то надо с этим делать. Потоки студентов, ну да, это все есть хорошо, но опять важны стимулы. Вот я опять, у нас были студенты в Стокгольме. Курс, который им читали, кстати, мы приглашали профессоров из ведущих университетов, им читали все такое, аспиранты. Но потом оказывалось, что есть простая разница. Под ними не горит. Им ничего не надо. Они знают, что у них и так все будет в среднем хорошо. А стимула на высокой стороне нет. И это проблема. Соответственно, уже на уровне аспиранском должна быть очень существенная система положительных стимулов. И отрицательных стимулов тоже. Вообще идея отрицательных стимулов, конечно, не очень популярна, но я боюсь, что без этого не обойтись, потому что ни одна мировая религия без ада существовать не может. Это к сожалению, факт. дизельная нет. Ну, Вы перерождаетесь и становитесь бабом. Вот. А дальше, вот вопрос еще о журналах. Опять, это долгий и бессмысленный вопрос, но давайте просто решим, ну, хорошо, журналы, так случилось сейчас, а не на английском. Давайте просто не будем больше об этом спорить. Должны ли закрываться какие-то журналы с индексом цитирования 001? Ну, наверное, да. Должны ли там публиковаться люди, должно ли это вообще учитываться в каких-то оценках? Наверное, нет. Наверное, нет. И просто надо быть очень открытым по этому поводу. есть домашние журналы, не знаю, Вестник Московского университета, Вестник какого-нибудь Новосибирского университета, Вестник Самарского университета, еще чего-то. Там, наверное, есть какие-то хорошие секции, наверное, когда-то там публиковались хорошие статьи, но давайте просто забудем об этом. Ну, не имеет смысла. Это просто не имеет смысла. Университет Чикаго только, ну, пару лет назад закрыл журнал, который в своей области науки был номер 4. Они поняли, что они не смогут его сделать номером 1 и решили, что не имеет смысла продолжать публиковать журнал, который номер 4. Вот, собственно, все, что я хотел сказать, сэкономив одну минуту. Спасибо. Да, на их сэкономленную минуту Александр, естественно, Буфетов в связи с тем, что, видимо, он был затронут на грантовую тему. Я совершенно согласен со своим уважаемым собеседником, что гранты дают систему оценки. Мое возражение связано с тем, что это оценивание проводится не по математическим результатам, а по совсем другим соображениям. В частности, играют роль, и об этом открыто заявляются такие соображения, как цвет кожи и пол, подающего заявку на грант. Кроме того, в самой идее заявки на грант есть что-то порочное. Как можно спрашивать молодого математика, чем он собирается заниматься в ближайшие три года? Почему тогда не спросить у него, в кого он собирается влюбиться? Ну, да, в общем, в теории науки Майкл Паланин действительно выбор научной темы называется у него commitment, то есть ввержение себя во что-то надолго, как любовь. Хорошо, следующий у нас Ефим Зельманов, UC San Diego, я так понимаю, да? Спасибо. Я частично повторю то, что уже написал в тезисах, потому что тезисы мало кто читает, и часть из того, что я скажу, уже было сказано. Мне кажется, не стоит слишком много говорить о возвращении, потому что существенных результатов тут вряд ли удастся добиться, а нереалистичные ожидания ни к чему хорошему не приводят. Но вот налаживание взаимодействия с диаспорой это очень-очень важная задача. Ирина уже упоминала о своем докладе, да мы и сами это знаем, что в российских университетах и институтах выбито, уехали, исчезло среднее поколение, которому я принадлежу. То есть люди, которые традиционно занимались научным руководством. Мне кажется, что мы могли бы быть сороководителями кандидатских диссертаций, скажем. Если аспирант сможет провести российский аспирант два или три месяца в западном университете, это будет очень важно для его становления. И дело в том, что к его услугам будем не только мы, уж какие мы там, не есть, но к его услугам будет вся инфраструктура наших университетов, ресурсы университетов и лабораторий. Иногда очень немалые. Но нужна система грантов, которые бы позволили аспирантам провести эти два или три месяца со своим сороководителем. Возможно, эти гранты должны присуждаться на конкурсной основе через РФФИ. И эти гранты должны быть доступными. И сейчас РФФИ в основном поддерживает сложившихся исследователей. А надо тратить деньги на аспирантов. Это инвестиции в будущее. И деньги-то в общем небольшие. Нужно в общем на билет. И принимающая сторона могла бы поучаствовать. У нас всех есть свои гранты. 20 лет назад по этому пути пошел Китай. Сейчас можно оценивать результаты этого. То есть есть опыт. Мне кажется, что это очень важно. Во-вторых, ну уже упоминался вопрос с визами. Это конечно может быть не в нашей компетенции и не в компетенции тех, кто здесь присутствует. Но получение российской визы часто это нетривиальная задача. Возможно для людей участвующих в каких-то совместных проектах можно учредить и многоразовые визы. В Америке существует специальная программа виз для так называемых выдающихся ученых. Причем эта квалификация толкуется очень расширительно. Что еще хочу сказать? Сейчас вот учредили систему грантов для западных ученых больших грантов западные ученые должны провести от двух до четырех месяцев. Это хорошо. Мы все люди очень заняты. Возможно было бы неплохо если бы была бы более гибкая система скажем предусматривающая не западных руководителей а западных участников которые могут приехать на две недели нет никакой опасности виртуального участия если я пишу что я смогу приехать на две недели значит я приеду на две недели пожалуй у меня все я похоже сэкономил кучу времени вы хотите и забрать минуту во первых рффи очень активно поддерживает молодых людей и это совершенно потрясающе для меня вот как американца система когда в общем-то любой который ну чуть теплый молодой человек может получить тысячу долларов на то чтобы покрыть от государства не от организаторов конференции на то чтобы съездить на конференцию piece of cake такого просто нигде нет это институционализированная система которая работает очень хорошо здесь есть еще проблема знания незнания реалий в здешней жизни что касательно двух-трехмесячного пребывания по-моему это не работающая система не в связи с тем что в России что-то не так а просто в связи с тем что вот по моему опыту заключить контракт американскому университету с русской организацией со всеми вот этими бумажками на то чтобы перевести деньги и взять туда человека на короткий срок оказывается очень неэффективным поэтому если он только не ездит с деньгами в кармане или она возникают просто проблемы спасибо ответить так началась доля тогда пожалуйста один выстрел обратно и все знаете ко мне каждый год приезжают китайские аспиранты нет никакой проблемы не нужно никаких соглашений между институтами они приезжают ко мне мы для них вот снимаем жилье и нет никакой проблемы к их услугам все ресурсы а в том что есть такая система ну замечательно значит они мало знают я думаю что это может быть бесконечно вот тут есть правило один палец два пальца на разных конференциях очень быстрые высказывания я просто хотел поправить на самом деле такая программа есть я в своей лаборатории в Сент-Луисе принимал людей из Саратова из Казани до Игоря Ефимов и да вы правы нельзя перевести деньги с одного счета на другой но они привезут просто в своем кармане и платят за свою квартиру сами пример в обратную сторону сейчас есть прошел конкурс 100 человек 100 студентов 100 аспирантов получили гранты на 10 месяцев пребывания в любой стране в любом университете ровно в том который они выбирали в соответствии с специальностями соответственно представлены кучи мнений по поводу грантов мы возвращаемся к основной конве значит последний у нас в программе и это тяжелая но почетная роль Анатолий Вершик спасибо ну вот поскольку я последний я хочу начать так сказать с предварительного подведения итогов я совершенно как говорят возбужден тем какая я бы сказал интеллектуальная температура в этом зале это уже оправдывает нашу конференцию вот все что мы слышали проверим еще раз задние ряды слышат нет можно повторить да ближе к рту и громче да я хочу сказать что тот уровень который как будто бы мы уже набрали это замечательное достижение и сразу же хочу сказать что то что это происходит в этом университете это тоже символично об этом я в основном и буду говорить и очень понятно почему мы все время как бы откликаемся от главной темы ради которой мы собрались потому что она не изолирована и невозможно ее обсуждать если не обсуждать вообще положение в науке традиции поведения известных организаций и так далее мы не сможем эту тему выделить и более того я даже думаю что согласен с тем что кто-то уже говорил что даже слово диаспора не совсем законно используется но по видему оно уже вошло в обиход в этом контексте но надо говорить о взаимодействии с мировой наукой внутри которой так называемая диаспора передовой отряд если говорить о взаимоотношении с Россией и это по существу так я в одной из своей в своих статей первых написал что вообще взаимоотношение России с эмиграцией правильное взаимоотношение России с эмиграцией могло бы стать королевской идеей нового президента как раз это писал перед выборами но по видему у них другие королевские идеи и это вряд ли в этом вряд ли я кого-то смогу убедить но я хочу сказать что это действительно уникальная ситуация мне кажется что даже употребление слов brain drain не совсем правильно это совсем другое мы совершенно в новой ситуации в которой но я не знаю какие страны еще были и эта ситуация устойчива а мы в своем поведении стационарного режима не нашли до сих пор и такое впечатление что даже его и не пытаются найти ведь за эти наша конференция должна была быть я где-то написал лет 10 может даже 15 тому назад тогда нужно было обдумывать то что мы запоздало обсуждаем сегодня и тогда бы это было проще а сейчас перед нами очень трудная задача вот в какой-то сказке есть такой образ который я к сожалению довольно часто вынужден вспоминать что наша задача стоит в том чтобы превратить уху в аквариум мы конечно еще не в ухе но где-то там близко я не пророчествую зря я хочу сказать что я по природе оптимист тем не менее я думаю что у нашей науки очень сложные перспективы и даже я должен сказать что я вот может быть надо позавидовать экономике и биомедицине потому что как я доверяю и Максиму и Константину там ничего нет это хорошо начиналось нуля создавать а у нас математики к сожалению еще есть мы еще живы я думаю что мы будем жить но надо думать о будущем и надо предусмотреть целый ряд вещей которые нужно все-таки решать вот я не хочу повторяться тем более что какое-то время назад я написал то что я назвал апрельские тезисы это было в апреле потом я правда их немножко переделал написал июньские тезисы они есть на сайте но что-то я вынужден повторить значит все-таки я перехожу к главной проблеме а именно как можно было бы установить лучше как усовершенствовать это хорошая оценка усовершенствовать как возродить настоящие традиции взаимоотношений науки в одной стране и мировой науки особенно если есть такая категория как диаспора значит прежде всего по-моему еще одно одну оговорку перед тем как я перейду к делу значит вот один из моих апрельских тезисов стоит в том что нам здесь не стоит говорить о том что вот обращаемся к министерству к академии к президенту с какими-то просьбами мы не должны обращаться с просьбой мы должны делать какие-то конкретные предложения эти предложения возможно нельзя осуществить без обращения к властям но сделать разумное предложение это уже очень здорово если наш так сказать клуб вот за эти хотя бы два дня может быть и позже выработает какие-то рекомендации может быть это надо обсуждать это уже хорошо особенно если они будут опубликованы будут распространены все-таки хорошие предложения так или иначе рано или поздно реализуются так вот первое что по-моему здесь нужно сделать это нужно продумать какая юридическая основа для людей которые будут взаимодействовать активно будут взаимодействовать с российской наукой у нас нет ни позиции витинг-профессор ни позиции постдок ну постдок будто бы где-то уже есть во всяком случае это как-то все стихийно и непродуманно у нас нет вообще вещей которых может быть в природе нигде нет вот как нужно вот здесь обсуждалось как относиться к людям которые скажем не вернулись вообще но решили провести здесь какое-то время пусть даже короткое время у них статуса нет и это отталкивает людей тут дело даже не в оплате и не я думаю что в России финансовая проблема есть конечно но в данном вопросе она не самая главная и вообще кстати я хочу сказать что я довольно отрицательно отношусь к слову возвращения во всем случае говорить о политике возвращения по-моему глупо и даже цинично потому что люди уезжают у них много есть своих соображений личных деловых и так далее но что же мы будем вмешиваться в личную жизнь надо не о возвращении говорить а о взаимодействии и в этом смысле мы вот присутствующие здесь должны дистанцироваться от заявлений которые мы слышим сверху о политике возвращения мне кажется это мы это это неправильно совершенно и безнадежно конечно тем более если мы вспомним кстати говоря про эмиграцию они же совсем забыли 70-80-х годов для этих людей они еще многие из них активны это вообще звучит дико говорить о возвращении если учесть всю ситуацию и в связи с этим я хочу сказать что мало что я пытался привлечь чтобы нашу нашу конференцию посетили большие люди из академии но они к сожалению я не хочу заниматься критикой просил даже чтобы мы об этом как бы говорили может быть меньше потому что лучше что-то предлагать конкретно но я должен сказать что все-таки это боязнь критики я уж не говорю о более существенных недостатках она настолько настолько плохо смотрится что даже может быть и хорошо что эти представители здесь не присутствуют а на самом деле то что мы делаем конечно в значительной степени это дело и академии и министерств и так далее так вот что же ну вот я сказал про одну вещь которая должна быть в основе нужно как-то сделать таким образом что юридическая подкладка для людей которые хотят взаимодействовать была но я не буду повторять про визы я знаю совершенно конкретные случаи когда человек не приехал сюда потому что ему противно брать справку о том что он когда-то уехал по израильской визе вот это совершенно безобразие конечно второе это по-моему очень важная вещь мне кажется что мировая общественность научная и диаспора в первую очередь может помочь экспертизе нашей науки уровня нашей науки это серьезное дело и различные citation индексы и прочие вещи они важны но они все-таки поверхностные а вот квалифицированные специалисты должны бы оценить непредвзято и так сказать нелицеприятно оценить уровень науки это очень важно как температуру измерить и тут мы знаем примеры например когда в конце 80-х годов в начале 90-х АМС американское математическое общество собрало миллион долларов об этом сейчас почти все забыли для помощи нашим математикам там была такая система я тоже в ней участвовал оценки людей которых которым стоит давать гранты но сейчас это все ушло а по-моему это очень важно и для нас и для мировой науки хотя бы может быть я говорю больше о математике я не знаю положение теоретической физики я не знаю положение в других науках но это с одной стороны подчеркнуло что мы еще живы с другой стороны может быть отсекло какие-то какие-то части которые уже не очень живы теперь журналы вот у нас математические журналы были когда-то очень высокого уровня сейчас конечно этот уровень хуже слабее но участие диаспоры и особенно диаспоры в публикациях в российских журналах которые переводятся конечно но на русском языке может быть немножко в разрез с тем что здесь говорилось очень важно и такие журналы как успехи математических наук или функциональный анализ это как раз это прекрасного уровня журнала были особенно там 10 лет назад и они тоже больны не хватает современных обзоров тем более что книг мало наши библиотеки почти ничего не покупают и дело не в том что студенты не могут читать на английском а просто им нечего читать английские книги практически не поступают об этом надо думать была между прочим помощь опять же от французской академии от американского математического что они нам какое-то время давали деньги на приобретение вернее они давали просто безвозмездно журналы сейчас это кончилось понятно деньги есть якобы но положение такое же и с этой точки зрения участие в публикациях мне кажется очень важно и наконец вот как раз за эту одну минуту я скажу может быть самое главное вот когда я говорю что мы не должны просить а должны что-то делать естественный вопрос на какие деньги ну значит спор о дешевых и дорогих науках мы уже прошли математика может считаться дешевой наукой много денег не нужно но и здесь все-таки они нужны и вот я во-первых хочу сказать что я не могу назвать этого человека потому что он просил его не называть фамилию но он получил очень престижную премию полтора года назад и дал значительную долю этой премии для поддержки петербургских математиков эта премия названа Рохлинской стипендией Рохлин это профессор умерший 15 лет нет 25 лет назад работавший здесь мы очень высоко оцениваем уже есть последователи я хочу конечно сказать нашу конференцию и таких людей надо искать я думаю что это не безнадежно поэтому когда мы говорим о наших проектах особенно в области дешевых наук есть кому обращаться есть много людей которые кончали наши факультеты и занялись бизнесом в общем не так уж плохо нужна наша инициатива и последнее я думаю что нам бы конечно хорошо в результате этой конференции создать какой-то ну я не знаю не орган а что-то такое какой-то клуб что ли который будет продолжать работу в этом направлении очень жалко будет закончить это просто обычным разговором спасибо ну что же Михаил Гельфанд правильно посчитал на самом деле до объявленного обеда остается время я вижу руку Тимковского и я думаю да у нас есть несколько времени для выступлений комментариев или вопросов но я хотел бы сказать что у нас в этом зале очень хорошо зимой как я понял а летом кислород пропадает гораздо быстрее нормально да потому что я думал что можно соответственно ну тогда пожалуйста Тимковский Андрей Леонидович заведующий лабораторией Петербургского института ядерной физики пока еще Российская Академия наук уважаемые коллеги я по поводу темы вот нашего круглого стола но я буду употреблять слово диаспора по прежнему это проще я хотел бы сказать о том что на мой взгляд представители диаспоры первое не должны бы делать а второе что на мой взгляд они хорошо бы чтобы они делали что они не должны были бы делать это не относится конечно ко всем представителям диаспоры но я основываюсь на высказываниях некоторых из уважаемых представителей не предлагать малореалистичных или даже вредных концепций первая концепция это вот необходимость перехода причем очень массированного к конкурсному финансированию ну во первых мы берем пример западное финансирование но если в Америке как знают коллеги не только представители диаспоры но и мы все там сотни фондов то у нас один РФФИ конечно в естественных науках еще полегче но конечно уже со своим уровнем коррупции откатов и так далее поэтому чтобы было конкурсное ну я не говорю о программах конкурсных министерств это вообще запредельно это абсурд это кавка ну вот но нормальное финансирование в естественных науках РФФИ это ну что один фонд и если мы хотим нормального финансирования у нас тоже должны быть сотни фондов это значит что должно быть должна быть частная собственность должна быть конкурентоспособная экономика должна быть прозрачное прозрачное движение финансовых потоков должна быть благотворительность должно быть налоговое законодательство то есть без изменения порядка в государстве а нормальным конкурсным разумным честным конкурсом финансирования науки у нас не может быть и речи. Но еще важно вот что. Академик Спирин, который не последний человек все-таки до сих пор в молекулярной биологии, он писал несколько лет назад о том, что грантовое финансирование вообще развратило мировую науку, потому что вы подаете заявку на грант на очевидную тему. Если тема не очевидна, то ни один фонд вам заявки на грант не даст. А фундаментальная наука и то, что завтра реализуется может быть в инновации, это не очевидная тема. Профессор Таунс, один из нобелевских лауреатов, который получил вместе с Басовым Прохоровым нобелевскую премию за лазеры, он, посмеиваясь на алферских чтениях, говорил о том, что когда он только начинал работу, уже ему было ясно, что вообще что-то вот вытанцовывается и впереди что-то светится, но его начальство собиралось прикрыть ему финансирование и уволить, считать, что он занимается ерундой. Поэтому тут очень тонкая вещь. Вот. Значит, вот частное решение частной проблемы без решения более широкой проблемы, оно, видимо, нереально. Теперь второе я бы хотел, чтобы не... Ну, я не могу запретить, конечно, это делать, но мне кажется не очень разумными словами необходимости сокращения штата бюджетной науки. Ну, частью это значительная часть Академии наук. Да, я согласен с диагнозом, конечно, да, российская Академия наук, это тоже бюрократизованная система. Академики уже не те, что раньше, да, и конечно, среди них больше администраторов, очень много настоящих ученых. Ну, сколько-то еще есть. Да, конечно, там тоже стремление управлять денежными потоками, и, конечно, согласен с нетерпимой критикой. Но возьмем все государство, это стремление управлять денежными потоками, это что выдающиеся... У нас есть в руководстве государства люди масштаба Косыгина или, скажем, ну, других наших виднейших экономистов. И у нас есть та же самая несерпимость к критике. И поэтому, вот, основываясь на статистических данных, предлагать такую модель, там, ну, Петр Леонидович, наверняка, он человек был склонен к парадоксам, наверняка это было там, доля шутки была больше 80% в этом. Вот. Но по каким критериям можно вообще сократить число людей, работающих в фундаментальной науке? Престижность и известность лабораторий, число публикаций, но известно, что электронный промагнитный резонанс был открыт за войском в достаточно заштатной лаборатории. О стволовых клетках первый заговорил наш тезолог в 70-е годы, я сейчас не помню его фамилию, но представитель одной из, даже не руководитель, одной из небольших, по-моему, в институте цитологии, я могу ошибаться, но, так что, мне кажется, что вот, да, диагноз правильный, но на самом деле мы прошли период, сейчас, можно две минуты, да, мы прошли период соцветия вообще выдающихся ученых у нас, это объясняется и тем, что они шли из, еще пожинали плоды гимназического образования и шли из иной культурной среды, а потом возобладали карьерные мотивы и так далее, но это вот модель экологии, наблюдая за популяцией, иголоки видят, что популяция благоденствует, растет, потом ее численно испадает, это нормальная динамика популяции, но если он наблюдает длительный период, то это восстанавливается, циклические режимы, я надеюсь на то, что, и уверен в том, что мы тоже имеем, мы, да, мы в минусе, но если науку сохранить и поддержать ее, то мы пройдем этот минус и перейдем к следующему циклу, и что могла бы тут сделать диаспора? Приезжать сюда, мне кажется, что это уже по звучавшим уже аргументам, это бессмысленно, но, ну, это в частных случаях, в частных случаях это годится, но это решаемо в частных случаях, что важно, что крупные ученые из российского происхождения, работающие на Западе, это уже руководители и воспитатели, они прошли свой пик, не обижайтесь, ведь в науке, в экспериментальной науке самые яркие вещи делаются в 30, 35, ну, до 40 лет, вы уже руководители и воспитатели, кого воспитывать у нас, значит, у нас вместо пяти нормальных поколений, как скажем, у чехов, у нас едва три набираются, скорее два с половиной в лабораториях, так вот, самым молодым учиться не у кого, есть старшие, они еще нормально работают, и я надеюсь вечером в дискуссии поговорить о том, как организовать работу в фундаментальной науке, чтобы вот преодолеть этот спад и выйти на новый уровень, но вот не на два-три месяца, а переезд туда на, скажем, год-два молодых сотрудников, у вас же есть коллеги, руководители лаборатории на Западе, у вас есть полный штат, у вас есть все поколения, и вот включение нашей, нашей зеленой молодежи в нормально работающую лабораторию, это было бы очень здорово. Спасибо. Михаил просил ответить сразу же, да, по очереди, сейчас. Вот я не будучи представителем диаспоры, хотел бы сказать, что в том выступлении, которое состоялось, произошла такая совершенно стандартная подмена терминов, когда не представители диаспоры, например, я, говорят о необходимости увеличения доли конкурсного финансирования, никто не говорит, что надо больше денег пустить в министерские распилы. Всякий раз говорится, что нужна развитая система научных фондов, и не один единственный РФФИ. РФФИ, кстати, тоже надо чистить, потому что он гниет со страшной силой, по тем же причинам, по которым вы еще пока в Академии наук, а по-видимому потом будете в другом месте. Вот, и необходимо, кроме конкуренции университетов, необходима конкуренция научных фондов, необходима адекватная экспертиза, адекватные регламенты. И это вещи, которые на самом деле можно сделать в изоляции, то есть, в изоляции нельзя, но все-таки это вещи достаточно самостоятельные, они не зависят от общего состояния коррупции в стране. Там РФФИ, некоторые секции РФФИ держатся до сих пор. И просто вот не надо, когда говорится о конкурсах, не надо переводить стрелки на министерские распилы, никто не имеет в виду, что надо это делать. Спасибо. Я буду давать слово тем, кто не выступал, но Андрей пытался, снял, да? Там был вопрос. Да, значит, да. А. 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 Я представитель традиционной науки, зоологии, которая развивается в нашей стране с XVIII века, довольно успешно, должен вам сказать. Да, ну, Лев Яковлевич Боркин, зоологический институт Российской академии наук, я там всю жизнь проработал, и я еще активно занимаюсь общественной деятельностью в рамках Санкт-Петербургских союзов ученых, который является одним лучшим деятелем этого университета. Еще я хочу сказать, что наше заседание сегодняшнее называется «Научная диаспора и будущее российской науки». Меня очень удручает, что мы говорим про диаспоры, но мы не говорим про будущее науки. Мне кажется, что нам сначала нужно смоделировать, какое будущее мы хотим видеть, и из этого уже исходить нужна диаспора, и что она может сделать и так далее. И те проблемы, которые обсуждаем, они, в общем-то, довольно текущие. Я вспоминаю, когда я участвовал в создании Союза ученых в СССР, кстати, с коллегой Франком Каменецким, тоже в Москве, то мы это все тогда обсуждали, на самом деле. Посмотрите документы, все те же вопросы были тогда на уровне писем, каких-то проектов и так далее, и так далее. Другое дело, что мы накопили большой опыт. Вот Союз ученых, например, провел несколько исследований устройств применимости, американской модели науки к России, немецкой модели, это был закат в Министерстве науки, французской модели и так далее, и так далее. Понимаете, это все очень сложно. И есть проблема, ну, конечно, можно радоваться, что... Я искренне это говорю, я вас приветствую, мне очень приятно здесь быть. Я, значит, рад, что открыли конкурс для финансирования работы приезжающих из ученых. Это нужно. Но, коллеги, одновременно на 30% сокращается финансирование исследований здесь. Давайте, если мы говорим о будущем нарксистской науки, так давайте подумаем. А, а что происходит системно? Я не сторонник бюрократии, которая существует у нас. Но мы должны понимать, что пострадать... Знаете, вот у нас союз ученых есть очень известный физик, он живет в последние годы преимущественно за границей. Профессор Муся, он однажды очень хорошо сказал, мы критиковали бюрократию и так далее. Он сказал так, ну, с точки зрения политологии, паразиты умирают последние. Поэтому мы можем критиковать все, что как биолог могу подтвердить. Но мы можем ведь убить науку, а потом все остальное. Еще хочу одну проблему поднять, поднять все свои личные, которые, может быть, для вас будут неожиданные. Знаете, в СССР мы были закрыты страной, и была проблема выезда. Вы знаете, что животные и растения не имеют границ административных, и надо изучать естественные границ. Единственная возможность, которая у нас была, это поездка в Монголию. Кстати, мы поэтому до сих пор являемся лидером в изучении центрально-азиатской природы. Или, например, в Болгарии. Когда открылся занавес, российские зоологи активно выдвинулись за границу, что, кстати, вызвало, в общем, небольшой восторг у наших западных коллег, которые считали, что мы должны жить в рамках наших границ. И сейчас мы работаем, ну вот моя лаборатория, мои коллеги, мы работаем от Сахары до Вьетнама. И проблема существует не в том, чтобы к нам приехать, а у нас проблема существует, чтобы мы легально работали за границей и распространяли российскую науку там. Я могу сказать, что фактически все, что мы это делаем, мы это делаем нелегально. Потому что, не, не, не в криминальном смысле, я не это не веду. У нас нет институциональных основ для продвижения российской науки за границу. Я не могу получить деньги в ФИИ, которые я могу тратить вне России. Это, знаете, есть запрет на это. Вот я только что вернулся из Казахстана, я не могу тратить российские деньги там. Это глупость, но об этом не говорю. Я не могу тратить полевые исследования, проводить на гранты, у нас нет таких грантов. Например, в Тунисе, я туда езжу за свой счет. Или за счет международа грантов. Вот это очень большая проблема. Мы нашу науку выдвигаем туда. Из зоологии сейчас очень конкурентно. Мы создали свой журнал, который выходит полностью на английском языке в нашем боттале. У нас нет таких проблем. Поэтому давайте нарисуем будущее российской науки. И исходя из этого будем смотреть то, что должен делать. Спасибо. Проблема возвращения, а проблема будущего науки. Так. Александр Семенов, журнал об империи. Я историк и Смольин институт свободных искусств и наук. У меня скорее комментарий, на который, может быть, вы, уважаемые участники этой секции, хотели бы отреагировать. Мне показалось, что мы в этой секции и в первом тоже заседании имели некого воображаемого слушателя. И мне показалось, что этот воображаемый слушатель это скорее какие-то государственные структуры, которые должны решить вполне конкретные. Я разделяю заботу об этих конкретных вопросах. Юридическая база, паспорт и так далее. Они действительно очень серьезные. И мне показалось странным, что, уважаемые коллеги, не затронули в этой дискуссии организацию институциональную, институциональную организацию университетской жизни и науки современной Российской Федерации. Конкретно я говорю о балансе и о феномене самоуправления, как бы науки, автономии, которая создает возможность объективной оценки, творческого диалога, поиска и так далее. И поскольку речь идет и не только о возвращении, а о взаимодействии, этот вопрос очень важен, мне как бы хотелось этот вопрос поставить, во всяком случае, как проблему. Ну и понятно, что в данном случае я говорю не о уважаемых организаторах, не о Европейском университете в Санкт-Петербурге, а о более широком поле институционального оформления научной жизни. Спасибо. Будет самоуправление, будет и диаспора, будет и будущей русской науки. Вопрос мы поняли. Кто-нибудь хочет ответить из панелистов? Хорошо. Пожалуйста. Нет, виноградов. Значит, мне бы хотелось поддержать организатора Анатолия Моисеевича в том, что нужно быть конкретнее. На самом деле мы услышали там много причин, по которым российская наука вымирает и так далее. и так далее. Значит, ну, более-менее присутствующие понимают, в какой среде они живут. И вот здесь были, на самом деле, два дня, короткий срок. Нужно высказать, так сказать, прийти к каким-то конкретным предложениям. Ну, давайте предположим, что у нас какой-то клуб образовался. Значит, вот, надо зафиксировать, во-первых, что такое, какова роль научной диаспоры. Вот. Наша научная диаспора состоит из свободных людей. И поэтому она имеет гораздо больше возможностей для критики, для конкретных предложений и для всего прочего. Значит, вот это первый очень важный пункт. И это, так сказать, функция диаспоры может осуществляться, если будет какой-то координирующий центр. Вот. Клуб, скажем. Вот. И дальше эта организованная диаспора может, она может давить на правительство, она может предлагать идеи, реформы, которые уже будут выслушиваться именно как мнение очень авторитетной организации. Вот. Это по поводу будущей русской науки, я хотел бы сказать два слова. Оно неизвестно. Как математик я могу сказать, что это очень сложное, нелинейное дифференциальное уравнение с частными производными, которые решать никто не умеет. И поэтому этот вопрос ставить нельзя. Это будет самоорганизация, это будет самоорганизация, которая будет в частности зависеть от действий научной диаспоры. Вот если она организуется в некую силу. И теперь, чтобы не повторять общие слов, я бы хотел еще просто зафиксировать некоторые конструктивные идеи, которые я услышал сегодня. Во-первых, значит, эпиграф. Национальность – это язык, Бродский. Значит, нас объединяет общая культура, которая основана на некотором, на замечательном языке, которое было бы плохо, если бы мировая культура потеряла. И, значит, русские журналы, они должны существовать. Должна существовать детская литература по математике. И это должно быть ролью клуба. И клуб должен воздействовать на успехи матнаук и прочие с просьбой настоятельной приглашать авторов. Например, Зельманова. Пусть опубликует в успехах наук свою хорошую работу. Значит, кроме... Вы прошу говорить о вас свои 10 минут будет. О вас свои 10 минут будет. Сергей, извините, он забрал ваши 2 минуты. Надо всем дать возможность уйти на обед, дать это помещение проветриться. Впервые употреблено слово «свобода». Для тех, кто занимается общественными науками, конечно, понятно, что для нас это хлеб и так далее. Могу сказать следующее, что после перерыва в 4 часа начинается выступление представителя того института, который с точки зрения Гегеля является реализацией свободы, а именно государства. С точки зрения радикальных либералов, наоборот, нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!